По фантазийной франшизе Роджера «Желязной хроники Амбера» снимут сериал. Автор «Хозяйских мертвецов» Роберт Киркман и продюсер шоу Дэвид Элперт займутся этим вместе со студией Винсен Ньюман Интертеймент. Кстати, говорят, что серия книг «Хроники Амбера», как и «Властелин колец», была одним из произведений, которые вдохновили Мартина на написание фантазийного цикла романов «Песнь льда и пламени», по которой сняли «Игру престолов». Пока говорит что-то о шоу Рана. Оно на таких ранних стадиях, что проект только ищет сценариста. Но это самое начало экранизации, которую точно буду ждать. Книги читала и мне понравилось. А годное кино всегда приветствуется. Хотя экранизации «Стрелка» и «Ведьмака» жду все-таки больше. Они мне показались более человечными. С нетерпением жду результата трудов команды. Привет из Воронежа, вы смотрите НЕ Новости. Меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. Наотнешься на что-нибудь интересненькое, скидывая не новостной котелок. А если вы задаетесь вопросом, как отправить свое приветствие из своего города для всех зрителей НЕ Новостей, то заходите на НЕ Новости.ру, там наверху есть кнопка «Прислать привет». Жду ваших видосиков. И к основным историям. Я иногда рассказываю вам об интересных или просто странных проектах на Кикстартере. И сегодня будет второе. Компания Wisdom 3 собирает деньги на то, чтобы создать свою собственную игровую приставку. Собирает, кстати, не очень много, 16,5 тысяч долларов. Малина этой акции состоит в том, что Wisdom 3 создает так называемые христианские религиозные видеоигры. И потому решили и приставкой тоже обзавестись. Если вы, как и я, недоумеваете, что такое христианские видеоигры, сейчас расскажу. Есть вот игра «Библейские приключения», в которой входят Нуи в Ковчег, Дитя Моисея и Давид и Голиаф. Выглядят они, как обычные старые консольные игры, но якобы имеют под собой религиозный подтекст. Есть вот еще библейский буфет, в котором надо собирать еду. Захватывающие игры. Приставку назвали «Зе Аркейд», и многие скажут, что она просто слизана с Нинтендо. Компания это объясняет тем, что все их игры как раз на нее и выпускались в 90-х, и потому они решили придерживаться знакомого дизайна. В общем, я вам хотела об этом рассказать из-за христианских видеоигр в основном. Похоже, чуваки нашли свою нишу. А в Индии прошла, ну, очень масштабная акция по озеленению планеты. За один день 800 тысяч волонтеров посадили почти 50 миллионов деревьев. 50 миллионов деревьев. Сажали деревья в прошлый понедельник в индийском штате Утар-Праде, самым густоназеленном штате страны. В прошлом году на парижской конференции по климату Индия пообещала выделить 6 миллиардов долларов, чтобы озеленить 12% своей территории. План таков, чтобы к 2030 году общая площадь леса увеличилась до 95 миллионов гектаров и занимала 29% территории. И подошли они к этому делу очень серьезно. Неизвестно, подавала ли Индия заявку в книгу рекордов Гиннеса с этой акцией. Если да, то они однозначно победители. Предыдущий рекорд принадлежит Пакистану, где в 2013 году за сутки высадили 847 тысяч деревьев, что ощутимо меньше, чем 49,3 миллиона. Вот это я понимаю, озеленились. Ну а напоследок небольшая сводка в мире карманных монстриков и их тренеров. Во-первых, выход игры Pokemon Go немножко сломал интернет. Помимо того, что запросы на Порнхабе со словом Покемон выросли на 136%, Юпорн поздравил Нинтендо с содержанием победы. По статистике, Pokemon Go на пике популярности превзошел кино для взрослых. Во-вторых, чего стоило ожидать, покемастеры тоже ищут наживы. И некоторые уже начали продавать аккаунты в Pokemon Go. И, кстати, совсем недешево. Например, один тренер монстриков готов отдать аккаунт 23 уровня за 7300 фунтов. Хотя я сомневаюсь, что будет спрос с такими высокими ценами. И в-третьих, хакерская группировка Poodle Corp заявила, что они уничтожат Pokemon Go. И намекнули, что произойдет это 1 августа. Кстати, неполадки с игрой на прошлой неделе они взяли на себя, мол, проверяли, как бы игру сломать. При этом другая хакерская группа тоже заявила, что это они вызвали неполадки, но лишь для того, чтобы компания-производитель обратила внимание на бреши в игре и позаботилась о дальнейшей безопасности игры. Ну, посмотрим, что из этого всего выйдет. А еще напоминаю, что в эти выходные я и многие другие блогеры будут на фестивале Видеожара в Киеве. Узнать побольше о фестивале и купить билеты можно по ссылке в описании. Ну и на этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь на мой канал и инстаграм и ставьте лайк. Напоминаю, что это шоу выходит благодаря замечательным людям, которые поддерживают нас на поддержи.неновости.ру. Спасибо вам. Пока. Рассказала я, значит, вчера о крупном ограблении банкомата в Тайване, о том, какую хитрую тему они провернули и как успешно замели следы. И вчера же арестовали троих полозреваемых в этой краже. Скрывается или не скрывается буква, а если буква скрывается, значит роль ключевая. И роли у нас есть такие.